Привет, друзья! А что вы там делаете, а? А я вот бродил, значит, увидел свою саблю, с которой Тулеген, будущий замминистр Казахстана по международным делам, который МГИМО уже закончил и выставку мне помогал МГИМО сделать, ходил и смотрю на свою картину, вспомнил Лермонтова, и думаю, вот если рядом поставить, и получится, и Лермонтова вспомню заодно. Но я как раз сейчас должен, не про Лермонтова, хотя недавно мне орден такой дали Лермонтова, но вот сейчас, слушайте, про электронную промышленность и про термопульсатор Лихтенштейна. Вот здесь в электронной промышленности видите фотографии? Это у меня там в центре специальной подготовки операторов микроскописты сидели, которые с микроскопами работают, и там, значит, они... Вот микроскописты еще раз работают, измерялись, там датчики дыхания. Я там создал целое направление в электронной промышленности. В рубрике электронная медицина печатались некоторые вопросы промышленной психофизиологии, где я про термопульсатор тоже писал, и про бегущую термоволну. Я был тогда молоденький, но самое интересное, что этот термопульсатор, это такой прибор гениальный, который в ритме собственного дыхания человека... Вот здесь датчик. Я потом понял, почему мужики уши носят, потому что это их ум охлаждает. На самом деле, когда корешки волос там возбуждаются, да, действительно, горячие умы и в Италии такие жестикулируют. А что такое жестикуляция? Это синхронные действия, соответствующие текущему образу, мыслям. Но он что-то говорит и на Кавказе, горячие такие мужики с пылким сердцем, осужают свой ум, жестикулируют, они такие энергичные. Ну да, вот термопульсатор Лихтенштейна, это такая пластина, термот, как он называл. И там, значит, в момент вдоха, а здесь датчик стоял, комар. Лето, однако. Зачем комары, я думал. Ну, чтобы жизнь на земле рай мне казалась. Ну вот, слушайте, здесь датчик стоит, аппарат стоит, и здесь термот. Синхронизация. В момент вдоха нагрев идёт через датчик и аппарат. Вот нагрев, и человек буквально через 5-10 минут так расслабляется. Да, поэтому этот аппарат применяли для лечения нервных заболеваний, для того, чтобы человек научился успокаиваться. Да, ну, 5-10 таких процедур термопульсации, и он обретает здравый смысл. Если был там в страхах, тревогах и так далее, и для роженицы применяли, чтобы роды лучше проходили. Да, во многих-многих клиниках применяли этот аппарат, стали потом тиражировать, очень известный аппарат. Ну, я потом усовершенствовал. Дело в том, что у Лехтинштейна теория была, что когда человеку делают воздействие тепловое в ритме его собственного дыхания, это синхронизация, да? То, что так как жестокуляция, тоже синхронизация действий, синхронный текущему состоянию. Я сразу вам несколько пазлов, чтобы они сложились, в единую картину, понимание, как меру интересно устроены, как мозг наш работает. Так вот, по мозгу, по теории Лехтинштейна, значит, момент вдоха, если здесь нагревается, это обманывает мозг. Таким образом, что у мозга возникает, образно говоря, такое ощущение, как будто человек в жаркой среде. Ну, каждый вдох, начало вдоха, и тепло вам, понимаете? И получается ситуация, что вы в тепле, а в тепле человек расслабляется. Да, а я его совершенствую, да, я подумал, а не сделать ли, если термопульсатор Лехтинштейна заменил электросон, потому что электросон там бомбардирует электричеством, а тут приятное тепло, комфорт, человек так расслабляется, такой прибор гениальный, в ритме его собственного дыхания. А заводы стали выпускать по форме, ну, вроде бы всё правильно, но иногда синхронизацию не делали. Ну, аппарат есть, они его продают, и там получается, что сам себе частоты подбираешь. Хочешь быстрее, хочешь медленнее, а этого как раз не нужно. Нужно, чтобы именно синхронизация была, да? Понимаете, о чём я говорю? Это очень важный момент. Потому что мы иногда берём упражнения физкультурные, делаем разные, которые нам навязывают. Делай так, делай так, делай так, ты неправильно делаешь, если не получается, повторяй, пока не получится. Это старая школа стереотипная. А именно надо, чтобы синхронно было. Действия совпадали с текущим состоянием, индивидуально. То, чем мы в нашей школе занимаемся, о котором мы скоро переименуем в клуб. Да, а наши вебинары будут называться там беседы, собеседования и так далее. Ну, так, ритм времени, что делать. А теперь, слушайте. Я усовершенствовал, во-первых, термовую волну, которую я потом скажу только отдельным участникам, которые того достойны. Потому что это тоже величайшее изобретение. Потому что когда Эллифтенштейну, как я говорил, рассказал, он говорит, я вокруг этого ходил, а ты взял и это сделал. Делал, да. Ну, 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 что делать. Ученик, так сказать, произошел у учителя. Ну, так и должно быть. Я говорю, вы должны радоваться. Не зря вы преподаете нам нервные болезни. Ну, это же много лет назад было. Так я усовершенствовал, бегущая термолона при тьме дыхания. Если термопульсатор еще напоминает человека, который засыпает, засунув носик в подушку, чтобы тепло было в момент вдоха и выдохни, то я еще, кроме термоволны, усовершенствовал, что надо нагревать не только в момент, когда у вас вдох происходит, а надо нагрев осуществлять, чтобы еще более синхронизация была, и эффект, чтобы был в 20 раза выше, и время короче до расслабления, а если кто плохо спит для засыпания. Нагрев должен осуществляться именно в той фазе. Вот у вас, например, фаза, когда вы делаете естественное дыхание, ничего не меняя, прослушиваете степлее, когда у вас носоглотки, когда вы вдох делаете или выдох. Ну, допустим, у кого-то выдох, так в этот момент и надо нагревать. Поэтому ключевое дыхание, о котором я еще раз говорю, связывает это с термопульсацией, с прибором, а это уже серьезно, прибор, там, понимаете, как это, это серьезно. А я просто сказал, берите и прислушивайтесь к фазе, когда у вас теплее, вдох или выдох. Если на выдохе теплее, значит, к фазе выдоха прислушивайтесь. Вот вам и будет термопульсатор с этой синхронизирующей обратной биологической связью вас расслаблять. Ну, это гениально же. Ну, почему я об этом рассказываю? А просто потому, что многие люди, когда я просто даю какой-то прием новый и говорю, ключевое дыхание, например, та ерунда какая-то. Почему? Вот прибор сказать. Это серьезно. А сказать его механизм, как он работает, да еще в совершенственном виде, таким простым языком, как я это делаю, потому что я это делаю, чтобы люди поняли, как работает наш мозг, что простыми способами можно регулировать свое состояние, чтобы научились снимать у себя стресс, трансформировать стресс в свои новые достижения, потому что в каждом человеке, и во мне, и в вас, и у всех, и сосед, которого мы не знаем, у него тоже, деном творца. А стресс возникает из-за этого вечного конфликта, потому что мы себе не позволяем. Мы учимся по стереотипам. Ум заряжен стереотипами. А когда мы делаем разгрузку, например, с ключевым дыханием, или, например, шалтай-болтай, или кто-то попадает на то, что ему лыжник более синхронизируется, да, больше подходит и расслабляет, снимает стресс, и когда он переходит на разгрузку, где по нашей шкале напряжения, по градуснику напряжения от десяти, от шторма, от суеты мысли переходит в состояние безмятежности, безграничности, там не стереотипы уже. Там вы открываете в себе состояние творца, вы начинаете лучше понимать, кто вы такой, чего вы хотите, как это проще достичь. Очень много интересных вещей. И вот когда мы объявим завтра-послезавтра вебинар, это тоже будет в ролике, объявление и во всех наших сетях истощение нервной системы, и как восстановить. Да, и там будет тоже ключевое дыхание. И вы, пожалуйста, готовьтесь к этому с вами вопросами. Мы там сбросим зум, и вы войдете туда, и мы будем общаться по-человечески. Я вам такие дам приемы новые, которых еще не было, но тоже простые и очень эффективные, именно за счет того, что простые. А вот умные люди мне пишут, да, как это гениально просто. Слово гениально пишут, правильно делают, понимают. Прибором-то можно, а вот вы окажетесь где-нибудь на северном полюсе, а прибора рядом нет. Так что вы будете делать? Тогда вы используете ключ. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok